Я не разговариваю, не разговариваю, да? Это 17 лет ей, да? 17, да, это все началось с 4 месяца у нас. Мы переболели, нам сделали прививку, и вот сразу после прививки нас забрали в реанимацию. То есть вот стабильно мы 3-4 раза лежим в реанимации. Это у вас сколько детей? Четверо. Четверо, да, вот таких прекрасно. Как вас зовут, детки? Андрей. Алена не скажет, она стесняется. Она разговаривает, а слабо. Алина. Алиночка, да? Сегодня мы приехали к маме, у которой четверо деток, и приехали к ней не с пустыми руками, а с продуктами. Это самое необходимое, что им сейчас не хватает. Мы приехали, привезли вот здесь один продуктовый набор, благодаря одной женщине, есть такая замечательная женщина из Германии, Татьяна Хаузен. Она очень переживает за деток на Донбассе, и вот благодаря пожертвованиям мы купили вам продукты. А также у нас еще есть одна замечательная девушка, ее семья из Донецка. Это Катя Куликова. Она тоже передала вот здесь продукты вам. И также передала конструкторы вот для деток, чтобы они могли слаживать, чем-то заниматься, шоколадки вот их. Мы знаем, что у вас очень тяжелое положение. Скажите, вот вы прожили здесь в доме, я знаю, насколько мне известно, здесь недалеко были прилеты, да? Здесь были прилеты, но, допустим, когда мы переехали, мы жили в бомбоубежище сначала полгода, 7 месяцев. Это с детьми вы жили в бомбоубежище? Да, потому что сама я с Александровки, то есть у нас там постоянные обстрелы, дом у нас разрушенный частично. То есть это у вас не ваше жилье? Нет, это съемное жилье. Это съемное даже, да? Вот этот барак, в котором вы находитесь, получается кусочек, там две комнаты несчастных, это получается... Да, этот барак я плачу деньги еще. Кошмар. А дом у вас там разрушенный, да? Да, дом частично разрушенный, ну то есть когда я обратилась в нашу администрацию, мне сказали, пока совсем не снесет. Говорит, есть комната где жить? Вот восстанавливай эту комнату и живите. Нормально, ну мы не будем даваться... Обстрелы там постоянные. Постоянные знаем, ну здесь тоже слышно. Слышно, очень слышно. Да, слышно. Недавно были прилеты здесь, вот недалеко у нас Каргил находится. Да, на Каргил. Да, были прилеты тоже. А так я же говорю, ну вот, пока здесь, а там дальше, как бог да. Сейчас вот хозяйка приезжала, говорят, вроде бы как продавать собрались его. А потом куда вам? Не знаю. Пока это все решается, пока что-то будем дальше думать, искать. Пока дали время, а там уже будем. И вот сегодня мы не можем просто так уйти, мы еще знаем, что вам нужны лекарства. И вот от Татьяны Хаузен мы передаем вам тысячу рублей. Возьмите хотя бы... Спасибо большое. Хоть как-то немножко вас поддержать. Спасибо большое. Думаю, не забудем вас и будем вас навещать. Спасибо вам большое. Спасибо, Татьяна. Спасибо, простите, забыла, как девушку звук. Спасибо огромное. Это для нас очень большая помощь. Дай бог здоровья вам и вашим семье, вашим родным. Спасибо вам. Спасибо вам, Андрей. Спасибо вам всем. Действительно, для нас это огромная помощь. Спасибо. Спасибо.